здравствуйте в эфире социальный телепроект про дороги проект в котором мы подробно рассматриваем проблемой дорог в городе и районе социальный он потому что в любой момент вы можете обратиться к нам в редакцию и рассказать о той или иной проблеме связанные с дорогами сделать это довольно просто или написать письмо на электронный адрес про . дороги собака яндекс точка ру или оставить свою заявку в оппонентном отделе по адресу проспект линия 16 с пометкой про дороги сейчас повсеместно мы можем наблюдать дефицит где-то не хватает товаров где-то не хватает денег где-то не хватает рабочих мест однако в дорожной сети наоборот наблюдаются излишки мы заметили лишние составляющие на дорогах города и района и подготовили для вас топ-5 избыточных дорожных элементов пятое место это искусственные неровности которые располагаются за пешеходными переходами точный адрес назвать в данном случае довольно сложно потому что такую ситуацию можно наблюдать в нескольких точках города как на центральных улицах на проспекте ленина на улице советской так и на тихих улочках например на улице смычка или улице хлебникова главная задача которую должна решать искусственная неровность это принудительное снижение скорости автомобиля перед пешеходным переходом чтобы все участники движения и водитель и пешеход точно увидели друг друга и убедились в своей безопасности а вот когда так называемый лежачий полицейский располагается за пешеходным переходом логика его наличие на дороге теряется хотя в гости об искусственных дорожных неровностях указывается что укладывать такое препятствие нужно поперек всей проезжей части все равно остается ряд вопросов например в том же гости сказано что и дн нельзя располагать в местах подъезда к больницам и станциям скорой помощи но проехать на территорию егорьевской црб без скачков через лежачий полицейский просто невозможно и вот вопрос который скорее всего вновь придется оставить без ответа если гост нарушается или трансформируется в сторону выгоды одних то почему нельзя скорректировать его в сторону удобства водителей убивающих свою подвеску на лежачих полицейских уже после пешеходных переходов четвертое место знак на улице владимирская около обувной фабрики котофей до весны прошлого года здесь перед перекрестком располагалась искусственная неровность причина укладки была своеобразная но простая не был включен в работу установлены ранее светофор для регулирования движения на этом оживленном перекрестке прошлой весной светофорную группу запустили а лежачий полицейский был демонтирован однако про знак предупреждающий о уже не существующей неровности забыли и он остался на прежнем месте конечно для местных жителей которые много раз в день проскакивают этот перекресток знак прямо скажем примелькался а вот гостей города и водителей проезжающих город транзитом этот знак вводит заблуждение третье место искусственная неровность на перекрестке улиц гражданская и кирпичная история появления этой неровности очень похожа на предыдущую оживленный перекресток был оснащен неработающим светофором для безопасности всех участников движения на пока положили лежачий полицейский через несколько лет а именно осенью 2021 года светофор включили а вот неровность осталась на месте теперь на ней автомобилисты ждут включение разрешающего света светофора неудобно и непонятно второе место серия дублирующих знаков на улице владимирская когда движешься по этой улице в сторону центра культуры досуга пегас видишь повторяющиеся знаки запрещающую остановку вдоль проезжей части напомню что если установлен знак остановка запрещена с двумя красными перекрещенными линиями в центре водитель вообще не может произвести остановку в этом месте и должен проехать запретный участок такой метод использую для того чтобы неподвижные автомобили не были помехой для других участников дорожного движения но вот зачем сообщать об этом трижды загадка при этом стоит учитывать что действие знака не прерывается в местах выезда из дворов и других прилегающих территорий а значит без установки знака отмены ограничений или без меняемого перекрестка этот самый первый знак не прекратит свое действие мы могли бы сейчас удариться в подсчеты расходов на установку этих лишних дорожных указателей но предлагаю перейти к номеру один в нашем списке излишеств обещаю вы будете впечатлены итак первое место вся улица октябрьская когда оказываешься на ней впервые голова от такого обилия идет кругом конечно старожилы города знают что знаки на этой улице словно годовые кольца на спиле дерево могут поведать о всех должностных перестановках руководства нашего города о многих авариях случившихся здесь и о куче истории которые так или иначе повлияли на появление этого пестрого ковра дорожных меток для водителей не посвященных в эти исторические знания буквально через 100 метров движения по улице октябрьской наступает так называемая баннерная слепота это когда от обилия информации глаз перестает ее замечать и попросту игнорирует согласитесь невинные повторяющиеся знаки с улицы владимирской из предыдущего пункта просто меркнут в этом ярком разнообразии причем многие знаки здесь реально дублируют друг друга чтобы показать вам как могла бы выглядеть эта улица мы использовали графическую программу на деле в реальности все выглядит вот так и конечно с этим нужно что-то делать или уменьшать количество знаков или смело называть улицу октябрьскую арт-объектом и водить сюда экскурсии вот такой список мы собрали для вас есть чем дополнить отлично пишите ваши примеры на наш электронный адрес который вы видите на экране с вами был телепроект про дороги и я его ведущая ксения тимофеева до встречи